всем добрый день вы на канале и решу меня зовут ирина и как я обещала в предыдущем видео сегодня мы с вами поговорим о самых глупых ошибках которые можно совершить на егэ по русскому языку если вам интересно об этом послушать то оставайтесь со мной и говоря глупые ошибки я не имею в виду только то что за них можно потерять по одному баллу по два балла больше конечно эти ошибки связаны с невнимательностью вы сейчас это поймете но глупые они потому что очень обидные можно даже здесь приравнять эти прилагательные глупые ошибки то есть совершить которые вам будет очень обидно о двух глупых ошибках я уже сказала в предыдущем видео если не смотрели его то перейдите посмотрите и возвращайтесь сюда ну и давайте я начну перечислять кстати возможно я не все вспомнила если у вас еще появятся какие-то идеи то делитесь ими в комментариях итак первая глупая и очень обидная ошибка которая к сожалению встречается каждый год это сбиться в заполнении ответов тестовых заданий то есть человек который совершил такую ошибку прорешал тестовые задания на бланке заданиями и когда стал переносить эти задания ошибился на одну или на две клетки условно ответы начиная с 5 и по 15 задание написал в клетку с 6 по 16 но я думаю вы знаете что в этом случае делать нужно записывать верные варианты ответа в поле для исправлений но это поле небольшое поэтому внести можно только ограниченное количество исправлений поэтому помните о том что ответ к шестому заданию нужно писать напротив цифры 6 к седьмому напротив цифры 7 и так далее это кажется очень смешным сейчас до экзамена но под влиянием стресса всякое можно совершить просто будьте внимательны дальше вторая глупая ошибка это не уложиться по времени вам дается 3 часа 30 минут и их можно рассчитать так чтобы точно успеть но все равно каждый год появляются истории о том как у человека сдающего егэ забрали бланк с ответами когда еще не было переписано все сочинение потому что вышло время и это логично это правильно со стороны организаторов поэтому рассчитываете свое время так чтобы все все успели написать да кто-то выходит с экзамена через час через полтора и кажется что что там делать три с половиной часа но кому-то этого времени не хватает поэтому берите с собой часы или ориентируйтесь по часам которые будут в классе и четко себе распределяйте что например на первичное прорешивание теста вы уделяете полчаса сколько успели за полчаса откладываете тест пишите черновик сочинения потом дорешиваете тест переписываете сочинение процесс еще все проверяйте то есть буквально следите за временем и подгоняйте себя если у вас есть с этим проблема и опережу вопрос если вдруг он появится насчет того что что будет если случилась такая ситуация сочинение не дописано то сочинение проверяется в том виде в котором она переписана то есть если в нем меньше 150 слов то об этом я говорила как она оценивается видео про критерии оценивания если слов меньше 150 эксперт будет смотреть сколько аргументов написано ну и так далее то есть все структурные элементы все ошибки учитываются дальше третья глупая ошибка она встречается не только на егэ но и на угэ по любым предметам это не писать ответы на те задания которые вы думаете что ответ на это задание вы не знаете я всегда даю своим ученикам и вам даю такую установку чтобы писать всегда ответ в бланк ответа даже если вы не знаете что писать вам всегда дается определенный диапазон чисел например в двадцатом задании выбрать номера предложений которые соответствуют содержанию но если вы совсем не знаете не поняли тексту напишите 135 вдруг вы угадаете не оставляйте поля пустыми следующая глупая ошибка связана с заданиями где нужно дать ответ в виде слова например задание 8 или 9 при этом в слово нужно вставить нужную букву и очень глупо если вы выберете нужное слово но напишите его неправильно поэтому внимательно проверяйте себя если вам нужно выписать слово например с чередующийся гласный в корне то вспоминайте правило написания гласных чередующихся корнях если тем более это слово с проверяемый гласный в корне то проверьте это слово это гласное ударение ну и так далее пятая глупая ошибка похоже на предыдущую только связано уже с сочинением это не проверить сочинение на предмет наличия ошибок я еще раз призываю работы с черновиком не писать сразу сочинение на чистовик за три с половиной часа можно успеть и на черновик написать и на чистовик переписать поэтому когда вы написали свое сочинение на черновике обязательно проверьте его несколько раз прочитаете и кстати возможно имеет смысл и так я знаю некоторые поступают сначала писать сочинение потом прорешивать тест потом проверять черновик сочинения и переписывать на чистовик либо вы можете например прорешивать задание по тексту с 20 по 24 писать сочинение откладывать его в сторону чтобы вы более-менее свежим взглядом смогли потом проверить черновик у вас отлеживается сочинение вы прорешиваете тестовые задания с 1 по 19 проверяете черновик несколько раз перечитывайте и потом переписываете на чистовик есть колоссальная разница между сочинениями которые ученик проверил и поработал с черновиком и которые ученик написал сразу же на чистовик на собственном опыте я убеждаюсь в этом чуть ли не каждую неделю и 6 глупая и очень популярная ошибка это невнимательно читать задание если в 20 задании вас просят выписать предложения которые соответствуют содержанию текста то нужно искать именно эти предложения а если нужно найти которые не соответствуют содержанию текста то есть нужно искать предложения информация в которых не было упомянуто в тексте либо не соответствует содержание текста если нужно выписать из определенного диапазона предложений фразеологизм то нужно найти выписать фразеологизм а не метафору поэтому будьте внимательны и несколько раз перечитываете задание прежде чем приступать к его выполнению это очень важно потому что вы можете привыкнуть к тому что задание сформулировано каким-то определенным образом а на экзамене она будет сформулирована по-другому и вас могут попросить найти что-то противоположное это были 6 очень обидных и глупых ошибок которые можно совершить на егэ по русскому языку и не только на егэ по русскому языку надеюсь что вы теперь будете вооружены и не совершите как грубых ошибок так глупых ошибок если у вас остались или возникли вопросы то обязательно задавайте их в комментариях подписывайтесь на мою группу вконтакте где вы также можете оставлять свои вопросы о егэ об огэ если кто-то из девятиклассников смотрит это видео подписывайтесь на канал если еще не подписаны ставьте лайк этому видео переходите на мой сайт где вы всегда найдете более подробную информацию совсем скоро увидимся будьте с и решу ведь я все решу удачи вам всем пока пока а